Здравствуйте! С вами Дмитрий Книгой. Новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Депутат Московской областной думы Владимир Жук проверил ремонт подъездов в многоквартирных домах. Из года в год она будет набирать обороты и не остановится до тех пор, пока последний подъезд не будет отремонтирован. Председатель торгово-промышленной палаты Владислав Рымша поздравил с наступающим Новым годом ветеранскую организацию. Сегодняшний день я особенно очень хотел поздравить узников, это общество, которое находится на территории Ленинского городского округа. Предновогодние мероприятия в отделении социальной реабилитации Центра Вера в поселке Развилка. Это сказка! Немеличко! Про зверей и рукавичку! Депутат Московской областной думы Владимир Жук посетил Ленинский городской округ с рабочим визитом, чтобы оценить проведенный ремонт подъездов в многоквартирных домах. О результатах инспекции народного избранника расскажет наш корреспондент Юлия Пагасьян. Всегда ведь люди, они сначала не будут доставлять неудобства. Ну и сначала, да, бывают моменты сложные, прикирки, но затем в конце. Ну а как? А без этого диалога не получилось бы ничего. Ну конечно. Тесное взаимодействие с жителями – залог успеха любого ремонта общедомового имущества. Именно такой позиции в последнее время придерживаются муниципальные власти. В этом году губернаторская программа «Мой подъезд. Видно» была реализована в нескольких многоэтажках. Такие подъезды стали новым эталоном. Здесь абсолютно другой подход к реконструкции. Результат, который получился, я считаю его достойным. Если его оценивать, да, я считаю, что мы справились с этой задачкой. Жители довольны. Понятно, что не всем. Все и всем никогда не бывают недовольны, но мы их слышим. Вот совместно с управляющей компанией, с подрядной организацией. И мы пытаемся как-то работать в этом направлении, да, улучшать, улучшать. Понятно, что нет предела этого совершенства, но мы будем идти именно этим путем. С примерами реализации программы софинансирования ознакомился депутат Московской областной думы Владимир Жук. Он посетил два адреса – советский проезд 15 и строительную 29. Здесь буквально пару месяцев назад завершился ремонт подъездов. Из года в год качество ремонтов улучшается. Это заметно и по реакции жителей, и по управляющей компании. Видно, что программа уже вошла прочно в жизнь. И из года в год она будет набирать обороты и не остановится до тех пор, пока последний подъезд не будет отремонтирован. В подъездах заменили напольное покрытие, покрасили стены, поменяли почтовые ящики, электропроводку, пожарную сигнализацию. В общем-то, выполнили полный перечень пунктов губернаторской программы. Теперь важно сохранить всю эту красоту. Задача лежит на управляющей компании. Приятно работать и жить, тем более в таких подъездах. Соответственно, мы можем отрабатывать на 100% и содержать такую красоту. Тем более, вы видите, здесь настолько все качественно сделано, что даже несколько месяцев прошло, здесь никаких вандальских действий не совершено. Но не только в силах управляющей компании поддержание порядка в подъездах. Его чистота напрямую зависит от самих жителей. Юлия Погасян, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видно.ТВ. Важное направление работы каждого депутата – личное участие в жизни своей территории и, конечно, общении с избирателями. В нашем следующем сюжете заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Ирина Архангельская рассказала о проделанной работе за год. Ирина Архангельская ведет свою работу на избирательном участке под номером 30. В основном все адреса расположены в территориальном отделе Булатниковская. В этом году особое внимание уделялось комплексному благоустройству населенных пунктов. Там выполнено асфальтирование, расширение парковочной зоны. Люди просили, когда я избиралась. Проложен тротуар, хоккейные коробки. Стопроцентная замена была детской игровой площадки. Освещение детской площадки. Также установлена новая контейнерная площадка сбора мусора. Это около дома номер 7. Также под контролем депутата дома 80 и 82 по школьной улице в городе Видное. После комплексного благоустройства во дворах установлены новая детская площадка с игровыми элементами для детей разных возрастов, несколько участков для отдыха с лавочками и столами, а также отдельная спортивная зона. Преобразилась придомовая территория по нескольким адресам и в поселке Дубровский. Это улица Турово, 6. Выполнено расширение там тоже парковочной зоны к домам. Произведено стопроцентно заметно детских игровых площадки. На улице Турово помимо замены детской игровой площадки установлено оборудование для настольного тенниса. Высадили там декоративных кустарников. Мы, кстати, очень хочется поблагодарить жителей. Вот как раз Турово. Эти дома очень инициативные. Жители, они в то же время и попросили, мы им помогли, но они и много сделали и сами. То есть вот если приходили, то они смотрели, где что посадить, как поставить. Это, конечно, хорошо, потому что это делалось для них. Староста деревни Жапкино Наталья Баранова признаётся, что совместно с депутатом жители решают многие проблемы населённого пункта. Ирина Валентиновна помогла выполнить и личную просьбу Натальи. Я объяснила то, что мой ребёнок, внук, стоит в садике на очередь. Мне информации никакой не поступало. Не пригласили в начало года в садик. Она обещала мне помочь. И буквально в некоторое время наша проблема решилась. Теперь ребёнок, внук пойдёт в январе в садик. Как рассказала Ирина Архангельская, на её участке успешно реализуются губернаторские программы. Например, «Народная тропа» и «Чистая вода». В этом году между посёлком Дубровский и деревней Вырубово обустроен пешеходный маршрут. А в селе Булатниково начаты работы по строительству системы водоснабжения. В рамках городского округа большие финансовые возможности предусмотрены для развития нашей территории. В очередной раз мы Ирину Валентиновну благодарим за её работу, благодарим за её чёткость, за то, что она всегда знает приоритеты, которые для людей важны. В посёлке Измайлово произведён ремонт здания почты. В амбулатории заменили оконные блоки, электрооборудование и установили пандус для маломобильных пациентов. Построена дорога для разгрузки транспортного трафика на въезде в населённый пункт. Также было проведено много благотворительных акций. Депутат уверена, что и новый 2022-й будет насыщен интересной работой на благо жителей. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Уже несколько лет существует добрая предновогодняя традиция. Председатель торгово-промышленной палаты и депутат муниципального совета Владислав Рымша поздравляет с наступающим праздником общественную организацию бывших узников фашистских концлагерей. На встречу с Владиславом Рымшей в Совете ветеранов Ленинского городского округа собрались представители общественной организации бывших узников фашистских концлагерей. Депутат и председатель торгово-промышленной палаты уже несколько лет поддерживает ветеранов. В сегодняшний день особенно очень хотелось поздравить узников, это общество, которое находится на территории Ленинского городского округа, с наступающим Новым годом. Пожелать им, естественно, здоровья, потому что как никогда оно им нужно. Ну и, естественно, будем помогать этой организации в дальнейшем. В знак признательности и дружбы руководители общественной организации бывших узников вручили Владиславу Рымше медаль «Непокорённые». Её получают не только те, кто пережил страшные военные годы. Людям благородным, которые поддерживают, помогают нам в трудные минуты и никогда не отказывают ни в какой помощи. Позвольте вас поздравить и вручить вам нашу святую медаль. Традиционно для членов общественной организации торгово-промышленной палатой были подготовлены подарочные наборы к новогоднему столу. Несмотря на почтенный возраст, ветераны стараются собираться вместе и участвовать в памятных мероприятиях. Со своей стороны, они благодарны оказанному им вниманию и заботе. Не всегда мы просим, они сами спрашивают, а в чём вы нуждаетесь? Нужны ли какие-то вам помощь, какая-то поддержка, понимаете? И это очень дорого стоит в наше время. Подарочные наборы получили все члены общественной организации. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Поблагодарить за помощь и поздравить с наступающим Новым годом. Сотрудники ГИБДД пригласили к себе в гости учеников театральной студии «Каникулы» Центра детского творчества «Импульс». Ребята регулярно помогают стражам порядка проводить просветительские акции и рейды на улицах города Видное. Кто из нас не встречал на дорогах Видного весёлую зебру Марти из мультика «Мадагаскар» и её помощников, напоминающих пешеходам и автомобилистам, вместе с сотрудниками ГИБДД о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах. Но мало кто знает, что помогают стражам порядка юные актёры театральной студии «Каникулы» из Центра детского творчества «Импульс». У нас проходят различные мероприятия, интерактивные программы, музыкальные спектакли по правилам дорожного движения. Также мы активно очень участвуем с сотрудниками ГАИ в различных акциях. На сотрудника полиции всё равно наши участники дорожного движения реагируют, ну, наверное, более строго, с каким-то внутренним, наверное, беспокойством, когда их останавливаешь. А когда с нами находятся вот такие вот представители-помощники молодые, да, то водители уже по-другому воспринимают информацию. Ну и благодарят, опять же, за активное участие ребят. В роли зебры Марти, например, уже четвёртый год, выходит на улицы города юная актриса Яна Ивлева. Мне очень нравится тем, что я могу донести до детей в игровой форме, что надо соблюдать правила дорожного движения. Это очень важно в наше время. Лучше начинать с детства, вкладывая эти знания в ребёнка, чтобы в дальнейшем он уже не совершал ошибок. В преддверии Нового года сотрудники ГИБДД решили поблагодарить Яну и других юных актёров студии за помощь и совместную плодотворную работу. Вместе с сотрудниками ДПС работать на дороге – это большой-большой тяжёлый труд на самом деле. Даже то, что на улице на 15 минут, на 20 минут – это очень-очень большой серьёзный вклад. Поздравляем вас с наступающим Новым годом, ваших родителей, близких. Самое главное – желаем вам здоровья. Стражи порядка совместно с представителем Красного Креста вручили юным актёрам благодарственные письма и памятные подарки, а также выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, ВИНН-ТВ. В отделении социальной реабилитации Центра Вера в посёлке Развилка прошло предновогоднее мероприятие. Оно было приурочено к Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». На празднике, в котором приняло участие около 50 детей, побывала и наша съёмочная группа. Подробности в сюжете Максима Козлова. Кукольный театр, общение с Дедом Морозом и Снегурочкой, мастер-классы и подарки. Такие сюрпризы подготовили для ребят, посещающих реабилитационный центр Вера. Это сказка! Невеличка! Про зверей и рукавичку! Представление для ребят подготовили сотрудники Центра Гармония. Мы проводим регулярные мероприятия, всё, что связано с новогодними праздниками, с весенними, с летними. Это День защиты детей, естественно. Но стараемся, когда нас приглашают, регулярно бывать и приглашать детей к себе в центр тоже. В центре Вера проходит реабилитацию дети с особенностями развития. Но участники представления отмечали, что, готовясь к мероприятию, никакой поправки на этот факт не делали. Дети что обычные, что с кими-то, так сказать, особенностями. С ними будет всегда легко работать. Главное, от сердца, с любовью подходить к работе к ним, и будет всё легко получаться, и вы не будете чувствовать никакой разницы. Помогли в организации мероприятия и воспитатели детского сада номер 45 «Сказка». Они подготовили для ребят мастер-классы. Сегодня я хочу вам предложить сделать вот такую вот снежинку. Делать её несложно. Это солёное тесто. Сотрудники Центра Вера справедливо считают, что подобные мероприятия невозможны без активного участия пап и мам. У нас очень хорошие родители, всегда идут нам навстречу, всегда приходят в центр. И если у нас какие-то мероприятия, мастер-классы, а у нас они проходят ежемесячно, все с радостью посещают наш центр. Праздник организован при поддержке члена Общественной палаты Ленинского округа Олега Тихонова, Торгово-промышленной палаты и Картинского территориального отдела. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания.